Учитесь отстраняться от своих обид. Обиделись на человека, знайте, что вы обиделись на свою собственную судьбу. Ваша судьба вас мучает, не человек этот. Если хотите, этот человек, чтобы вас не мучил, помолитесь, простите ему и начните думать о хорошем днём. Если вам надо наказать, ну накажите по-доброму. Опять простите сначала, потом накажите. Вот, допустим, ребёнок получил двойку, вы хотите, чтобы он вырос хорошим человеком. Хотите или нет? Вот вы решите для себя, что вы больше хотите, наказать его за двойку или хотите, чтобы он вырос хорошим человеком? Что вы больше хотите? Хотите, чтобы вырос хорошим человеком? Тогда получил двойку, сначала сядьте, помолитесь, простите ему. Примите его вместе с двойкой. Вот ребёнка вместе с двойкой. Два в одном, примите свою жизнь. И придите к нему с добрым лицом и скажите, садись, покушай ему хороший. Он будет кушать дальше. Потом вы сядете с ним и скажете, сынок, давай проведём анализ. Вот как ты думаешь, почему ты получил двойку? Если вы действительно его простили и к нему по-доброму относитесь, и он действительно вам верит, как матери, он вам много интересненького расскажет. Он вам расскажет, кто такая училка. Он вам расскажет, подходит ему математика или нет. Вы узнаете, что он никогда не выучит эту математику, потому что у него другая природа, ему нужна литература. Вы узнаете, что у него плохой период идёт, он устает, ему тяжело учиться просто сейчас. Вы этого всё не знали. Понимаете? А именно это всё является самым главным в том, что произошло, а не то, что он напроказничает. Что он напроказничает? Что он ребёнок, это естественно для него проказничает. Но есть системные процессы, которые, если вы не поймаете, то вы потеряете своего ребёнка. Потому что если вы не поймаете, что ему сейчас надо отдыхать больше, а не учиться, то у него сломается психика. Если вы будете доказывать ему, что ему надо принять эту училку добельнутую, то у него сломается психика, потому что он не сможет её принять. Вот. Если вы будете заставлять его учить математику, хотя ему надо учить литературу, то вы отошибёте в него способность понимать, в чём его природа. То есть он станет бездарным человеком. Понимаете, сколько интересненького можно узнать, если в молитве признать, принять свою судьбу. Вот ребёнок получил двойку, это твоя судьба, прими её, а дальше с ним общайся. И он сам лучше поймёт, что ему надо получать и как, если это делать спокойно. Потому что разум человека развивается только в спокойной атмосфере. Если у вас дома постоянно истерики, ваш ребёнок не будет разумным. Вы спрашиваете, у меня ребёнок глупым вырос, он ничего не соображает, постоянно в компьютерные игры играет. А вы вспомните, в какой среде он рос. Если у вас нет спокойствия в жизни, только в спокойной среде развивается разум. Если я сейчас на вас орать начну, вы ничего не поймёте в лекциях. Вы понимаете, потому что я спокойно, добрым голосом говорю. Всё, только в этом причинах. А я спокойно, добрым голосом говорю, потому что я сегодня молился два с половиной часа и принимал во время этой молитвы вашу судьбу. Поэтому вы меня сейчас ничем не удивите, чтобы вы не сказали про себя. Я всё заранее уже принял. Всё, поэтому я спокойно. Понимаете, мои дорогие друзья, то есть в спокойной среде развивается разум, и человек начинает понимать, вот ты какой северный олень. То есть ему приходит знание в сердце. Но если люди упахиваются целый день, они живут в будущем, в суете, они не смогут вкладывать в ребёнка, потому что у них нет на это душевных сил. И ребёнок чем будет заниматься? Он тоже будет жить в суете. Он будет сидеть и сутражно играть в свою вот эту вот компьютерную игру. Это значит, что он просто перенимает атмосферу, в которой живут взрослые. Субтитры создавал DimaTorzok